На несколько часов главная площадь Шахтерского края превратилась в спортивный комплекс для сотен юных футболистов и баскетболистов со всех районов Донецка. Выйдя на импровизированные спортивные площадки, молодые спортсмены смогли показать хорошую подготовку своих команд и, главное, в который раз отстоять спортивную честь своего района и школы. Мы сборная Кировского района и мы играем уже давно, мы друг друга все знаем, живем почти рядом. Каждое лето играем на площадке вместе, знаем друг друга. Вот в этом году у нас получилось так, что мы собрались с командой и играли в городских соревнованиях, заняли третье место. Мы из школы номер 51, Куйбышевский район, играем за нее. Как собрались? Вот как мы вместе собрались? Леонид Семенович, наш физрук, собрал у нас всех, тренер он наш, собрал всех, привез туда, тренирует нас. Ну и потом у нас глубокие традиции. Наша школа уже 30 лет никому не дает выиграть в районе. И 17 лет мы вторые в городе. И много раз мы выиграли вот этот вот кубок по средболу, вернее, чемпионат по средболу. В этот день юных спортсменов ожидали не только награды и новый спортивный инвентарь, но и главным событием года детского творчества стала презентация футбольной и баскетбольной школьных лиг. Мы хотим поддержать инициативу президента нашей страны Виктора Федоровича Януковича в части занятия детей и подростков массовыми видами спорта. И для этого уже сегодня организовано в 130 школах вот такие лиги для массового занятия спортом. Сегодня мы передали юным спортсменам 64 комплекта формы для баскетбольных команд и 228 мячей. И также передали 24 комплекта формы для футбольных команд и около 250 мячей для того, чтобы соревновались. Для этого мы будем подтягивать спортивную базу наших школ, микрорайонов и районов для того, чтобы дети массово могли заниматься спортом. Мэр города также отметил, что в планах проводить финальные соревнования школьной футбольной лиги на большом поле с искусственным покрытием недавно отреставрированного спортивного комплекса «Кировец». Сами же школьные лиги стартуют уже этой осенью. В соревнованиях примут участие 9 футбольных команд районов города и 24 баскетбольные команды школ Донецка. Мы уже в этом году планируем двумя годами выезжать, принимать в своем районе и выезжать на выезд. Полноценный чемпионат, как чемпионат Украины. Аналогов, говорю, не будет, но в сентябре мы стартуем. Следите за нашими выступлениями. Все будет очень красиво. Школьная баскетбольная и футбольная лиги – это уникальный социально-спортивный проект. Проект, позволяющий тысячам подростков Донецкого края обрести полезную занятость и достойную альтернативу вредным пристрастиям. Леся Полякова, Александр Худолий, Первый муниципальный.